Китайские компании, которые многие годы были одними из самых агрессивных покупателей роскошных отелей, офисных небоскребов и другой коммерческой недвижимости в Штатах, теперь распродают ее. Об этом пишет газета Wall Street Journal. Опрошенные изданием «Эксперт» рассказали, что если раньше брокерам казалось, что у китайцев нескончаемые деньги, то теперь они, похоже, испытывают трудности. О реальных причинах в обзоре моего виртуального коллеги Айсанджа. Айсандж. Здравствуй, Мариан. Согласно отраслевым данным, в период с 2013 по 2018 год китайские компании были нетопокупателями на сумму почти 52 миллиарда долларов. Они скупали старые американские офисные здания, строительные площадки и гостиницы, особенно на Манхэттене, предлагая за них самую высокую цену. Но затем китайские инвестиции в недвижимость США начали падать. Примерно в то время, когда регулирующие органы КНР усложнили вывод денег из страны многим компаниям, отмечают опрошенные газеты и аналитики. На китайские компании никогда не приходилось большой доли от общего объема инвестиций в коммерческую недвижимость США даже в период их пиковых покупок. Но они оказали огромное влияние на рынок, отмечают опрошенные газеты и аналитики. Когда китайские покупатели платили большие суммы за престижные здания на Манхэттене, эти сделки часто становились эталоном и побуждали продавцов расположенной неподалеку недвижимости требовать столь же высоких сумм. Таким образом, влияние китайских денег проникало сквозь рынок коммерческой недвижимости штатов, способствую росту стоимости зданий по всей стране. Однако, сейчас некоторые из наиболее активных покупателей столкнулись с финансовыми проблемами. Политические отношения между США и Китаем также ухудшились, что стало еще одним тормозом для инвестиций, не исключают экономисты. Коллеги. Спасибо, Айсанж. О других событиях...